Девушки отдыхают 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 формате. И вот в Овсянке сегодня плюс семь. А вот, например, в Игорке, куда судьба забросила Виктора Петровича, тоже неспроста, там минус семнадцать. И вот это вот, как раз, мне кажется, есть такая некая, да, вот модель, что у нас родина такая большая и необъятная, что от плюса до минуса, и это все один Красноярский край. Когда, там, опять же, когда я, по большей части, когда веду уроки литературы в школе, то начинаешь какие-то вот моменты такие подбирать, детям что-то рассказываешь, и ты говоришь, вот у него пришлось переехать из села Овсянка, пришлось переехать село Егорка, потому что отец туда перебрался, и у него там была работа. Дети говорят, какой это край? Говоришь, Красноярский край. Они говорят, а, ну, что там ехать-то? Плюс-минус-то сколько-то, да, там сто-двести километров. Когда ты им пока открываешь карту и показываешь, что Егорка находится за полярным краем, за полярным кругом, а Овсянка находится ниже на две тысячи километров, и туда невозможно добраться вот просто две тысячи километров, даже представьте такое количество масштаба. Они, конечно, удивляются. А как же он туда добирался? По Енисею, по той самой великой реке? Да, действительно. Ну, вы уже упомянули, что вот его судьба отправила по разным вообще краям, да, по разным по разной нашей стране необъятной. Но, тем не менее, у Виктора Петровича на его долю выпало очень много испытаний, и, мне кажется, прежде чем, наверное, читать уже во взрослом возрасте, да и в школьном эти произведения, нужно знать, через что прошел человек. Абсолютно верно, Сергей. Потому что, на самом деле, если мы говорим о любом писателе, возьмем даже Александра Сергеевича Пушкина, невозможно говорить о нем, не понимая его периодизации, периодизации его эпохи, потому что, конечно, Пушкин после 25-го года, после его знаменитого пророка 26-го года, стихотворения пророка, кстати говоря, стихотворение пророка было любимым стихотворением Виктора Петровича Астафьева. Тот самый пророк, который Пушкин пишет в 1826 году, и в котором он говорит, и вырвал грешный мой язык, и прознословный лукавый, и жал мудрые змеи в уста, замерзшие мои, и вложил десницу в кровавую, говорит Пушкин про себя, говоря о том, что теперь он не может прознословить и лукавить. Когда там, опять же, в Овсянке, там, на самом деле, есть огромное количество людей, которые занимаются в том числе и популяризацией творчества Виктора Петровича Астафьева, и ему предложили заполнить анкету. Местная библиотека предложила заполнить анкету. Как помните, в детстве у нас были анкетки, где там ваш любимый писатель или что-то еще. Эта анкета, на самом деле, находится в открытом доступе, можно почитать очень много интересного, потому что я помню в свое время, например, читаю подобную анкету Афанасия Афанасьевича Фета. У нас сегодня такие будут переклички постоянно с литературы 19 века, потому что сам Виктор Петрович считал, что невозможно литератору 20 века писать, не зная творчество литературы 19 века, невозможно не чувствовать, что на самом деле ты стоишь на плечах вот этих титанов, гигантов, и невозможно распространять или даже использовать свое слово на всякое вот какое-то пустовесное. Вот то, о чем говорит Пушкин. И вот Виктор Петрович как раз в этой анкете указывает, что его любимое стихотворение — это пророк. Представляете, какая интересная вещь. Плюс ко всему если мы приложим к тому, что 1826 год, да, практически 100 лет, через 100 лет он рождает в 1924, то, конечно, это все такая вот взаимосвязь, можно сказать, космического масштаба, которая, конечно, поражает. Пытаюсь я пока найти эту анкету, быть может, получится какие-то выдержки оттуда. Да, но там на самом деле вот если мы говорим про такие моменты, которые там касаются вот именно этой анкеты, то там еще есть такие моменты, которые связаны с его биографией, конечно, потому что там есть и пункты, которые связаны там, что какое место вам больше всего нравится в мире. Он говорит, конечно, мой дом. Ну вот дом в смысле имеется в виду как раз родные какие-то места, сибирские, потому что на самом деле Виктор Петрович был, мне кажется, тем человеком, который смог открыть для нас красоту Сибири. А вот давайте покажем нашим зрителям. Я совсем недавно, ну буквально полторы недели назад, оказался в тех краях, как раз проезжал мимо овсянки, сделал несколько фотографий на память. Ну, поделюсь со зрителями. Просто чтобы вы понимали, какой-то красивый вид, вот это чуть дальше от овсянки, это прям Девногорск, но поверьте, природа там по-настоящему изобилует яркими красками. Это еще при условии, что там весна не началась, там не пробудилось это буйство красок, но можно просто так остановиться, смотреть, созерцать и ни о чем не думать совершенно. А когда ты думаешь о том, что это реки, этим горам на самом деле более чем там 500, даже я бы сказал более полумиллиона лет, ты понимаешь, что они столько всего видели на своем веку. И вот как раз сейчас у нас показывают замечательные кадры, это как раз неподалеку от памятника, где у нас находится как раз памятник стая рыба, да, вот одно из таких наиболее известных произведений Виктора Петровича Астафьева. И вот на самом деле, когда ты там находишься, то оказывается, там тоже есть две точки, очень важные для Виктора Петровича. Мы сказали про его тяжелую судьбу. На самом деле с нее была, вот именно с этой точки, где сейчас стоит памятник старой рыбы, была видна старая мельница. А ситуация в том, что у Виктора Петровича же с отцом в 31 году произошло на самом деле несчастье, его арестовали за вредительство по отношению к власти. И по тем годам, почему произошло, да, как бы опять же, вот ты когда читаешь, какая-то строчка, помните, как в замечательном фильме «Доживем до понедельника», когда как раз главный герой говорит всего две строчки, «А какая судьба». И вот ты читаешь «Завредительство», интересно же посмотреть, покопаться, посмотреть эти источники. Так вот, оказывается, что там была история связана с тем, что и дед Виктора Петровича, и отец, они, в общем-то, их раскулачивали в 30-е годы. Это же была их семейная мельница, она их кормила. Абсолютно верно. А дальше, после того, как ее отдали в государственную собственность, в 31 году по какой-то причине это колесо встало. Авария произошла. Да. И из-за того, что, собственно говоря, колесо встало, потерялся процесс производства, и как раз по этой статье и был, собственно говоря, отец отправлен в исправительную колонию. Но, правда, у него там… Карелию отправили отца, да? По-моему, он Беломорканал как раз возводил. Да, абсолютно верно. Да. Но он, в общем-то, через 2-3 года вернется. Но за этот период произойдет другое несчастье. У Виктора Петровича мать утонула, вот, практически в Енисее. И как раз с того места, с которым он стоял, вот на этом месте, где сейчас стоит памятник своей рыбы, видно то место, где как раз перевернулась лодка. То есть у него, получается, практически в несколько лет не стало сначала отца, потом матери. Он переехал к бабушке с дедушкой. И вот, конечно, воспоминания бабушки и дедушки у нас четко переданы. Например, вот у нас есть такое произведение «Конь с розовой гривой» Виктора Петровича Астафьева, который там проходится в школе. Опять же, когда отдаешь его без какой-то предпределительной подготовки, конечно, невозможно понять эту историю, которая там происходит. История написана такая. Вот, на самом деле, в стиле, я бы сказал, бы даже Льва Николаевича Толстого, потому что она в какой-то степени дается с небольшой такой моралью, может быть, даже поучением, потому что главная мысль, которая есть, как ни странно, это та, которая у нас потом появится и у Драгунского в том числе, что тайное становится явным. История там очень простая, как мальчик за счет того, что понял, что ягод не хватает на целый лукошек, он просто низ уложил травой, а бабушка, соответственно, пошла продавать это на рынок, и оказалось, что она тем самым пыталась обмануть покупательницу. И вот там есть момент, когда бабушка возвращается на лодке, и мальчик смотрит на нее, и у него внутри борется такое сомнение. Во-первых, он думает, вот если бы сейчас эта лодка перевернулась, тогда бы бабушка меня не ругала. Потом он спохватывается, говорит, нет, так нельзя, у меня же мама. Идут воспоминания, и у Виктора Петровича на самом деле все, что он пишет, мне кажется, это каждый раз он туда вносит какой-то кусочек своей собственной души, какой-то кусочек сердца, потому что ты в любом произведении, которое бы ты не прочитал, находишь кусочек его биографии. Ты читаешь «Васюткино озеро», например, и изначально «Васюткино озеро» же появляется как просто школьное сочинение. Вот представьте себе, что вы пишете школьное сочинение, как я провел это лето. А действительно, летом Виктор Петрович действительно заблудился в тайге, потерялся на несколько дней. И вот эта история про мальчика, который выбрался из тайги и, соответственно, смог, при этом еще озеро назвали его именем, такой географический момент, это, конечно, история, которая изначально появилась как сочинение под названием «Жив». И вот когда мы говорим про это сочинение, нужно понимать, где все это происходило. А это происходило не в Овсянке, где, в общем-то, еще более-менее тепло, а это в Игорке, где сейчас минус 17, понимаете, да, то есть как бы вот там потеряться, это достаточно сложно выживать в этот момент. А откуда мы это знаем? Потому что у него были хорошие учителя, потому что даже несмотря на то, что в Игорке он попадает в детский дом, у него очень хороший учитель литературы, который дает им интересные задания, и в том числе вот такие развивающиеся, и они, да, малограмотные, да, там как-то пишут что-то, что вот от души, но он пытается каким-то образом привить интерес к тому, чтобы рассказывать о том, что с ним происходит, и сохранилось вот это школьное сочинение «Жив», которое потом превратится уже в 50-е годы, его одно из таких вот первых рассказов для детей, у него же будет там цикл целых рассказов для детей, который будет называться «Васюткино озеро». Вот «Сиротский дом», да, для него настоящими друзьями стал учитель, по-моему, у него очень фамилия поэтичная, по-моему, рождественская его зовут, и еще директором Соколов тогда являлся, и вот они его как-то провели. При этом вот что удивительно, на момент, скажем так, выпуска, да, во взрослую жизнь из «Сиротского дома», Астафьев окончил только шесть классов. Причем у него получается, что он в пятый класс три раза поступал, и все три раза с ним что-то случалось. То есть он первый раз в пятый класс поступил, когда, соответственно, переехал в «Игорку» к семье отца. Тут еще нужно сказать, что отец-то вернулся, ну и, в общем-то, он попытался обустроить новую семью, как я уже сказал. После ссылки, да? После, да, после возвращения из лагеря. И он почему переехал в «Игорку», потому что за полярным кругом, в общем-то, это были рабочие места. Требовались рабочие, и, соответственно, там можно было зарабатывать, там давали, в общем-то, какие-то опять же подъемные. И он туда перевозит уже новую семью, то есть он второй раз женился, и, соответственно, сына забирает к себе. Забирает у бабушки и дедушки. Бабушки и дедушки были со стороны матери. Он забирает к себе семью, а потом отец попадает в больницу. И вот в тот момент, когда он попадает в больницу, у Виктора Петровича возникает конфликт с новой семьей отца. Представляете, как сложно это на самом деле. С мачехой, да? Да, да, получается, с мачехой. И в итоге он и это в Игорке, еще раз повторяю, где сейчас минус 17. И вот он дальше бродяжничает, и в итоге его уже находят, как мы сейчас сказали бы, органы опеки, но тогда, в общем-то, это были, понятное дело, числые правоохранительные органы, и они его отдают в детдом там сначала. И вот он там в этом детдоме учится, поступает опять в пятый класс. И там пытается учиться, как раз про этот детдом, о котором мы говорили. Но дальше опять происходит ситуация, что он ломает ногу, ломает ногу, и отец его забирает обратно домой. И дальше вот опять вот эта история, что он постоянно переходит, у него нет какого-то родного дома. Мне кажется, именно поэтому Виктор Петрович в анкете, когда отвечал на вопрос, какое место самое лучшее для него в мире, он говорил о том, что это дом. Потому что вот этот поиск дома, он на самом деле для автора всегда очень важен. Вот даже если мы там сравним с 19 веком, у Пушкина, например, с этим всегда возникал вопрос, а где же находится его настоящий дом? Потому что квартира в Москве у них, это всегда была съемная квартира, в Петербурге тоже самая съемная квартира. И получается, что родной дом для него стал либо Михайловска, либо Болдина. Такие два основных момента. И вот Михайловск, опять же, связывая с Виктором Петровичем Астафьем, он был Михайловском, специально приезжал для того, чтобы посмотреть имение Пушкина, усадьбу Пушкина. И по этому поводу он как раз шутил, что когда я ходил по Михайловскому, то мне казалось, что вот сейчас рядом со мной идет Александр Сергеевич, он скажет, зачем же ты, Виктор Петрович, ко мне приехал? А я ему скажу, чтобы посмотреть на усадьбу твою, чтобы посмотреть, как ты вырос, где вырос. Он говорит, да ладно, пустяки, что ты. У тебя такое же там в твоем селе. Вот это вот, мне кажется, ощущение неких, может быть, даже таких прогулок с Пушкиным именно на территории Михайловского, это, конечно, особое умение человека видеть сквозь расстояние, потому что когда ты читаешь воспоминания о Пушкине, ведь, опять же, если мы говорим про связь, Виктор Петрович говорил о том, что Пушкин для него пришел в 1937 году, потому что как раз был такой период годовщины, ну, можно сказать, памяти, было 100 лет со дня памяти Александра Сергеевича Пушкина с 1837 года. И вот Виктор Петрович, он говорит, я тогда прочитал вот этот большой-большой том, в котором был и Пушкин, и Некрасов, и Лесков, и кого там только не было. И вот меня настолько затронул Пушкин, что даже потом вот в литературном институте Горького, в котором он, собственно говоря, будет учиться, он говорит, была ситуация, что у меня был мой коллега, сокурсник, и у него была девушка, которая вот к нему приходила, у них были отношения, а потом в какой-то момент она поняла, что она выбирает более прагматичный вариант, то есть она ушла от него. И вот когда он узнал о том, что вот его сокурсник, узнал о том, что его девушка ушла от него, о том, что она предпочла другого, он написал огромное количество стихов, в которых обличал ее, говорил, что она вот не верна, а там что-то еще. И в этот момент Виктор Петрович просто пригласил его и сказал, а ты знаешь что, вот прочитай вот это стихотворение Пушкина, а стихотворение было, я вас любил, любовь еще, быть может, моей душе угасла не совсем. И дальше последнее, как дай вам Бог счастливым быть с другим. И после того, как этот поэт, о котором Викторе Петрович не называет его фамилией, но мы можем посмотреть, кто с ним вместе учился, это очень интересно, да, кто же это на самом деле был. Он когда прочитал, он сказал, я все понял, и ушел, и больше никаких обличительных стихов никогда не писал. Удивительно, да, удивительно. Но вот вернемся еще по биографии, мне кажется, очень важные такие моменты в судьбе и в становлении Виктора Петровича как писателя. Война, конечно. Мы чуть-чуть перескакиваем, конечно. Те события, о которых мы говорили, вот Горку, когда он уехал, это 30-е годы, но тем не менее война его встретила, по-моему, на работе, на заводе, да? В Красноярске он был. Он был уже в Красноярске. Он после того, как, собственно, возраста достиг, когда он не может дальше находиться в детском доме, во взрослую жизнь, и эта взрослая жизнь его привела как раз на работу. Ну, а дальше война. Да, причем в 42-м году, когда война началась в 41-м, и он тогда, в общем-то, еще не достиг призывного возраста. Ему там было 17, как раз у него оставался какой-то период. А в 42-м году он же работал, в общем-то, на железную дорогу. И по тем временам железнодорожники, поскольку это было особое направление, они имели возможность проходить службу по месту работы. То есть по факту их работа на железной дороге даже вот в Сибири приравнивалась к тому, что ты, в общем-то, понятное дело, работаешь на оборону страны. Но он отказался от вот такой квот, от такого бронирования. Пошел добровольцем. И вы уже упоминали о том, что он действительно рядовым прошел все. Кем он только не был. Он был связистом, за что, собственно говоря, получил за отвагу. Потому что в 43-м году, когда как раз под Курской дугой он воевал, если мы посмотрим наградной лист, который представлен вот к награду, за что там, собственно говоря. Потому что рядовой Виктор Астафьев, он несколько раз восстанавливал нарушенную связь, находясь под минометным огнем противника. Более того, одна из мин разорвалась совсем неподалеку, и она фактически уничтожила возможность какой-либо наложивания связи. Так он из остатков проводов собрал какую-то вот такую временную вариант и все-таки провел связь, потому что понимал необходимость. Тем он только не работает. Он же работал шофером машины. И поэтому, конечно, когда написывает войну, это, конечно, всегда очень тяжелые строки в том плане, что мы понимаем, что даже потом появился такой момент, как лейтенантская проза. Когда мы говорим, например, про Васильева, про Бориса Васильева, когда мы говорим про Васильева Быкова, мы понимаем, что это лейтенантская проза. Но есть же еще другая, есть рядовая проза. На самом деле, кто-то из тоже воюющих писателей, сейчас не помню кто, он говорит, я так хотел забыть вот обо всем том, что было там на войне. А вот в 90-е годы Астафьев выпускает книгу «Проклятые убиты» и говорит, Петрович мне об этом опять все напомнил. Вот это какие-то вещи, которые остаются на сердце. И вот почему мы говорим до сих пор, у нас в преддверии 9 мая мы говорим, что это праздник со слезами на глазах, потому что это невозможно обходить. Это какие-то вещи, которые в любом случае должны затрагивать, и мы должны об этом вспоминать, да, наверное, с болью, потому что когда ты прошел это и когда ты об этом читаешь, ты не можешь оставаться безучастным. Тут как бы даже сибирские камни, в общем-то, плакали, понятное дело. И даже вот мы, когда цепляем, опять же, вот эту вещь, мне кажется, что когда читаешь Астафьева, причем даже, я бы сказал бы, не обязательно это военная проза, потому что у него есть произведение, называется «Как я убил коростеля». Вот «Как я убил коростеля» про птицу. Там мальчик увидел, по-моему, хромую птицу, если не ошибаюсь, и догнал ее и убил, потому что, ну, вот каком-то там, при таком запале охотника, а потом ему стало так совестно за свой поступок, что он птицу похоронил и потом каждый год про нее вспоминал, когда только прилетали коростели, вспоминал, а потом он узнал, что оказывается коростели, это вообще особый вид птиц, который пролетает пол земного шара, потому что он летает куда-то на зимовку, там где-то они бывают в Африке. Ему стало особенно стыдно и дальше заканчивается тем, что он говорит, я прошел войну, я видел столько смертей, я не могу забыть этого коростели, который убил по ошибке в детстве, по глупости. И вот когда ты читаешь, у тебя как-то внутри такая совершается какая-то вещь, которую, мне кажется, еще древние греки обозначили, они называли это словом катарсис, когда это происходит некое очищение. Очищение через страдания, очищение через сопереживания. И мне кажется, именно поэтому Астафьева нужно читать, потому что мы понимаем, что можно прочитать достаточно какое-то легкое произведение, и не всегда я бы сказал, что Астафью можно притронуться, но взять один-два рассказа, его, причем здесь не обязательно какой-то отдельный какой-то именно рассказ, а можно в данном случае просто какой попадется, и прочитать, и попробовать вникнуть. Именно у него же особая история, это, конечно, малые жанры, повести, рассказы. Еще из таких вот повестей, которые я бы рекомендовал бы прочитать нашим слушателям, это на самом деле повесть Стародуб. Вот у нас на самом деле огромное количество есть рассказов, которые вскрывают какую-то отдельную область жизни людей, и вот в Стародубе рассказывается о некой общине старобрядцев. Представляете, старобрядцы в Сибири, где-то там живут отдельно, и вот к ним попадает мальчик, и там есть охотник вот среди этих старобрядцев, который мальчик учит правде жизни, и там на самом деле ты читаешь, ты не можешь понять, какие это вообще годы. 20-е годы 20-го века, 19-й век, 18-й век, потому что время в этой маленькой общине оно просто теряется. Но что неизменно? Неизменно природа, потому что как только они выходят в тайгу, ты понимаешь, что и сейчас она такая же, и была там 100 лет такая же, 200 лет такая же. И там очень главные слова такие, говорит герой, он говорит, я не вечный, вечная тайга, имеется в виду, что вечная природа. И вот это вот ощущение того, что ты соприкасаешься с вечной природой, мне кажется, вот об этом как раз и пишет Астафьев. И как раз и военное, все, что у него проходило через него, мне кажется, вот это было ощущение того, что необходимо что-то сохранить, необходимо что-то обезопасить, для того, чтобы вот это осталось, потому что тоже один из таких его ярких воспоминаний, о которых он тоже в одном интервью говорил, он говорит, я помню огород бабушки, бабушкин огород, я помню, какой он зеленый, как она все цветет, а у Виктора Петровича Стафи у него было, как мы сейчас сказали бы, хобби, рыбалка и огород, он бы мог в принципе вести журнал, который назывался «Рыбалка и огород», потому что у него даже есть произведение, которое называется «Ода огороду», вот такое есть произведение, и он говорит, я помню бабушкин огород, на котором все цвело, и мне очень нравилось там находиться, там жить в нем, в этом огородью, то есть он там проживал жизнь. И он говорит, я помню, когда мы проходим через какую-то деревушку и сожжённый огород. И вот это воспоминание, когда огород, в котором нет ни одного зелёного цветочка, он полностью сожжён, чёрный огород. Этот чёрный огород меня преследовал всю жизнь, такой как образ войны. Вот это, конечно, наверное, есть умение гения совмещать какие-то образы с какими-то очень важными переживаниями души. Но времени у нас не так много остаётся. Пойдём по каким-то ещё ключевым таким моментам. Вообще, когда же он открыл в себе талант писателя. Потому что этому предшествовала работа и вахтёром, и просто рабочим человеком. При этом после войны он получил ранение серьёзное, по-моему, потерял зрение. Контузия была очень серьёзная. Контузия, да. И поэтому работать на каком-то тяжёлом таком производстве он не мог. Прошёл через это, когда же открылся талант писательства. Более того, после войны у него же появляется ещё семья, трое детей. Один ребёнок умер в младенчестве, а двое, двоих нужно было содержать, кормить. И то есть, в любом случае, необходимо было найти какое-то рабочее место. В 50-е годы, как раз рядом с, да не рядом, а в общем-то в посёлке, который называется Чусовая, Чусовская, вот там была такая газета, Чусовской рабочий. Вот там у него была первая публикация, это 50-е годы, середины 50-х годов. И первое произведение, которое было, он потом назвал его Сибирёк, а изначально был Гражданский человек. И там рассказывается как раз вот момент некой такой взгляда, в том числе на военное время, именно глазами рядового. И изначально это произведение не сразу приняли. И там, конечно, особую роль сыграл редактор вот этого Чусовского рабочего, который обратился в местный партком с тем, чтобы всё-таки произведение не цензурировали, оставили в печать. Почему? Он сказал, что огромное количество пришло писем, которые просят, чтобы это произведение осталось. Самое интересное, что в архивах не сохранилось никакого упоминания о том, что были хоть какие-то письма. Возможно, это был просто его ход, тактический ход. Потому что он что-то увидел такое в этом рассказе. А почему он его зацепил? Нужно понимать, что вы правильно сказали, что у Виктора Петровича было 5 классов образования. Он очень плохо писал. После контузии он очень плохо владел рукой. У него ужасный почерк был. Вообще ужасный почерк, потому что на самом деле у него очень сложно передавалось. Более того, у него после контузии развилась такая вещь, которая называется дисграфия или дислексия, когда он абсолютно неграмотно писал. И вот эта неграмотная вещь, а на чем он создает свое первое произведение? Он тогда находится на вахте, и он понимает, что нужно писать, бумаги нет после военного времени, есть только карандаш. Он берет журнал дежурств, и на страницах журнала дежурств пишет вот это свое первое произведение, которое потом получит второе название «Сибиряк», которое рассказывает как раз про вот этого человека, который проходит войну, несмотря на все жизненные испытания, которые есть. Вот это, мне кажется, и есть настоящий сибиряк, который может быть. Поэтому, конечно, Виктор Петрович, это особая история именно вот этого, мне кажется, каменного красноярского такого человека, который при столкновении с родной землей, при взаимодействии с ней, может порождать какую-то огромную энергию, как вулкан, наверное, если так сравнивать, в какой-то степени. Вот вы про детей сказали, хочется процитировать как раз-таки опять царь рыбу. Вот пишет Виктор Петрович, «Как часто мы бросаемся высокими словами, не вдумываясь в них. Вот долдоним. Дети — счастье, дети — радость, дети — свет в окошке. Но дети — это еще и мука наша, вечная наша тревога. Дети — это наш суд на миру, наше зеркало, в котором совесть, ум, честность, опрятность нашу все нагло видать». Вот такая интересная на самом деле мысль. И, конечно, творчество Астафьева, оно пронизано именно. Но я думаю, уже близимся мы так потихоньку к завершению. Очень быстро у нас пролетели полчаса, потому что разговор интересный. Конечно, когда говоришь о творчестве человека, который может так перерабатывать какие-то строки в то, что потом остается на века, и абсолютно, да, вот мы сказали, такая самобытность. Опять мы сейчас слышали вот эту самобытность в каждой фразе, которая есть. Мне кажется, что еще сам Астафьев тоже очень часто простроило такую некую параллель с тем, что это не только он, не только там писатель 19 века. А он всегда говорил, как мне дед сказал, как прадед завещал. И даже вот «Царая рыба», и там главный герой, когда гонится за этим осетром, он вспоминает слова деда, который сказал, «Если у тебя на душе что-то там лежит, ты эту царую рыбу не трожь, потому что она тебя с собой заберет». И он вспоминает все это. И дальше уже вот это происходит на совмещении мифологического и не мифологического пространства. Кстати, вот про мифологическое буквально два слова. Мы сказали про повесть «Стародуб». «Стародуб» — это еще один из любимых цветков Виктора Петровича Астафьева. Они у него росли, в том числе, и в огороде. Это очень интересный цветок. Он по-другому называется «Адонис». И «Адонис» — это греческое его название, потому что существует легенда о том, как Афродита была влюблена в юношу по имени «Адонис». Он погиб, а потом она, собственно говоря, в памяти о нем создала самый прекрасный цветок. И это как раз есть «Стародуб» или «Горит свет», как он еще по-другому называется, которым Виктор Петрович называет свою повесть, которую тоже мог бы рекомендовать прочтение. Ну, поговорим в завершении о наследии. Вы до эфира рассказали замечательную историю про футбол и Виктора Астафьева. Может быть, мы вернемся? Конечно, да. Потому что мне кажется, что вот как раз цитата, которая была сейчас про детей, в этом и есть сам Виктор Петрович Астафьев. Известно, что в 2001 году он даже вступил, то есть в 2001 год, 77 лет человеку, он записался, стал членом детско-юношкостской футбольной команды. Почетным членом, конечно, но все-таки. Насколько как бы, да, вот он понимал, что именно в детях продолжается история. А история была такая, что в 1996 году в Красноярском крае учредили кубок Астафьева, потому что было принято решение о том, что необходимо создать вот такое некое футбольное соревнование, в честь кого назвать. Посмотрели, подумали, давайте Виктора Петровича Астафьева. С ним договорился его знакомый, который пригласил его в 1996 году как раз на первый матч. Ну, вот за счет того, что это было далеко, Виктор Петрович уже на самом деле был достаточно в таком сложном состоянии, но все равно собрался, приехал, приехал, правда, не к самому началу. И первый тайм, который отыграла команда, там было сражение любителей и профессионалов, мальчиков. И вот профессионалы, они выигрывали, причем выигрывали серьезно, там было чуть ли не 3-0 счет. Ну, то есть после первого тайма 3-0, во втором тайме практически шансов нет. Но когда вот эта любительская команда увидела, что Виктор Петрович сам пришел на турнир, на чемпионат, вообще раз повторюсь, это дети, это не какие-то там ценители литературного творчества, а дети, может быть, и есть истинные ценители творчества. Они настолько включились в игру, что дальше они забили один гол, второй гол, и в итоге они обыграли команду профессионалов на одно очко, на один гол. И, конечно, вот после этого футбольного турнира, сам Астафьев тоже вспоминал, он говорит, во-первых, я увидел, что оказывается само мое присутствие может давать детям какую-то радость, какую-то яркость, которая у них возникает. А во-вторых, конечно, я, говорит, когда увидел слезы победы тех, кто выиграл, вот этих любителей, и слезы поражения вот тех, кто проиграл, я понял, что я буду участвовать в этом футбольном турнире, потому что это то, что дает настоящие эмоции. И вот мне кажется, что это был человек, который как раз и в своих текстах тоже говорил о настоящих эмоциях. У него там есть замечательные тоже строчки в одном из его воспоминаний. У него есть книжка «Последний поклон», в котором как раз вот она такая автобиографичная. И вот он там говорит, мне, бывшему солдату, русскому литератору, просто стыдно писать о том, что я не испытываю, и о том, что я считаю неправдой. Вот такая вот интересная фраза. Поэтому, мне кажется, что все, что происходило с Виктором Петровичем Астафьем, это то, что он на самом деле воспринимал, а нам остается только читать эти записки Сибиряка и восторгаться этим Краснодарским краем. Ну, мне даже добавить, да ничего не хочется добавлять, читайте, да, Астафьева, потому что это наше наследие, это наша гордость, и изучайте его биографию, это история о сильном человеке, о сильном духом, прежде всего. Ну что ж, о творчестве, о его литературных работах в столетие Виктора Астафьева мы в студии говорили с учителем литературы школы НИКа, учителем года Москвы-2023 Сергеем Валюгиным, Сергеем Викторовичем. Ну, это было великолепно. Спасибо большое. Вашим детям очень повезло, это правда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok